Тематические подворья всегда были ярким колоритом главного хлеборобского праздника, несли интересную информацию, привлекали внимание к определенной теме. На нынешних дожинках были представлены 30 тематических подворьев, особенностью которых стала историческая направленность. «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой». Стол с табуретками на березовых ножках, карабин, патефон, незатейливый партизанский быт. Полевая кухня уносят в атмосферу военного времени. Команда реконструкторов в солдатской форме оказалась представителями Ивацевичского государственного аграрного колледжа. Период Великой Отечественной войны. На нашей экспозиции показана история Великой Отечественной войны, геноцид белорусского народа во время войны, обстановка, скажем так, военного подразделения в землянке и полевая кухня. Потом будем угощать кашей. И, естественно, партизанский хлеб. Пожалуйста, угоститесь. Хлеб войны – хлеб особенный, потому как был мерилом человеческой жизни. В блокадном Ленинграде нормы в сутки на него снижали пять раз. В самые тяжелые моменты рабочие получали по 250 грамм, остальные – 125 грамм. Трудным был и хлеб послевоенный, когда нужно было восстанавливать разрушенное сельское хозяйство. Этот период нашел отображение в соседней экспозиции Пружанского аграрно-технического и Лунецкого аграрного колледжей. К сожалению, молодое поколение не знает, как это все было. Поэтому, я думаю, сегодня и молодые люди, проходящие здесь, и все делегации со специалистами других предприятий и организаций, увидят, как это происходило на самом деле. Какова цена хлеба нынешнего? Да, какова цена нынешнего хлеба. Мы показали и орудия труда, которые присутствовали в послевоенное время, как работали женщины, потому что мужчин не было после войны. Начали вспоминать то, как на самом деле было. Мы все-таки не дети войны, а дети войны наши родители, которых, к сожалению, у меня уже нет, ни мамы, ни папы. И когда определяли, как же показать развитие сельского хозяйства, мы же аграрное учебное заведение, мы решили, что мы можем показать то, с чего начиналось после войны. Как оно становилось, когда люди, мама рассказывала, что когда женщины брали пастронки в руки, ходили, тянули барану или плуг, и не было мужчин, которые могли делать сельское хозяйство народа. Поэтому мы подняли все то, что осталось в памяти и то, что осталось с материалов и с тех орудий труда и решили показать, как начиналось после войны без механизмов. Но мы все-таки поднимали сельское хозяйство и достигли хороших результатов. И они действительно на сегодняшний день, эти результаты значимы в Республике Беларусь. И мы обеспечиваем сегодня... Да, обеспечиваем сегодня безопасность продовольственную страну. Агитационные плакаты 50-х, старинные агрегаты отобразили отдельную страницу в истории восстановления сельского хозяйства. Целинную, когда в Казахстане, а также в Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Крыму осваивались обширные целинные ресурсы. У каждой эпохи свои особенности, но по-прежнему высокой остается цена хлеба, так как за ней нелегкий труд земледельцев, людей с благородных усилий которых начинается наше благополучие.